Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РНТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Анапчане поддерживают участников государственной программы «Соотечественники». От центрального пляжа до Витязева правила поведения на воде и у воды напомнили отдыхающим юные васводовцы. 220-летие со дня основания Первой церкви на Кубани отметили в субботу жители Краснодарского края. Сейчас обо всем подробнее. В Анапе организована всесторонняя помощь вынужденным переселенцам из Украины. Участников государственной программы «Соотечественники» провожают до вокзала и снабжают продуктовым набором в дорогу. Анапа-Тула. Билеты в руках соотечественников – как пропуск в будущее с надеждой и без войны. В вагоны заходят почти налегке. Вещей немного, только самое необходимое. То, чем поделились анапчане, принесли в пункт приема гуманитарной помощи. У кого-то в сумке сверху, чтобы не примять, новый плюшевый друг. Переезжает вместе с семьей из Анапы в Тулу. На дорогу консервы, вода и сладости. И это тоже из запасов гуманитарной помощи беженцев. Отправление поезда из Анапы в 7 утра в Тулу переселенцы прибудут в 8 вечера на следующий день. Ежедневные из Анапы, как транзитного пункта, отправляют 300-500 беженцев в города 49 регионов России в рамках программы «Переселение соотечественников». Анапы готовятся ко дню рождения. Убирают, чистят, обновляют и благоустраивают каждый квадратный метр. Глобальную чистку провели на главной концертной площади города. Тротуарную плитку на Театральной площади вычистили и вымыли специальной техникой. Улицы, тротуары, проезжая часть дорог и Театральная площадь. С помощью мощного напора воды и щеток специальной техники грязи и пыли даже шансов не оставляют. Ежедневно в дневные часы и по ночам дежурные бригады в городе проводят санитарную чистку. Ночью убирают, чистят, пылесосят и моют более тщательно. Автомобилей единицы, людей почти нет. Дороги свободны для уборки. На ночную смену работники заступают в 9 вечера и до 7 утра приводят 14-15 улиц в идеальный порядок. Работа проходит ежедневно с 9 вечера до 7-8 утра. Бригада 6 рабочих машин, то есть 3 машины. 5 МАЗов, 1 ХАКО. Из МАЗов 3 машины водовозки, то есть машины, которые моют улицы. 2 МАЗа пылесосы, которые соответственно подметают на лоток, проезжую часть и так далее. Одна машина это ХАКО, машина, которая заезжает в места, в которые МАЗы не могут заехать. Соответственно у нее также имеется керфель для мойки плитки и прочего, прочего, прочего. Работаем мы по муниципальному контракту, то есть по графику предоставленному из ЖКХ. Улицы моются, ну фактически все основные улицы моются ежедневно. Центральные улицы в микрорайонах и спальные зоны убирают везде, добиваясь максимального результата. Поэтому утром по пути на работу или пляж, а на пчане и гости курорта идут уже по свежим убранным дорожкам и тротуарам. И даже не знают, ночью проведена большая санитарная работа. Видят только результат. Техника отрабатывает всю улицу, весь прибордюр, всю трассу. То есть зорники выходят по утрам, соответственно собирают дроссовый крупный единичный мусор, который пылесос не берет, который валяется на газонах и так далее. Поездворники фактически дорогой уже не занимаются, потому что весь техника делает это не ура. Накануне главного праздника, Дня города, особое внимание уделяют плитки на театральной площади. Моют специальным раствором и споласкивают водой под напором. Для специальной чистки от жевательных резинок привлекают агрегат расплавляющей жвачки. После паровой обработки убрать размазанную кляксу, пара пустяков. Тщательную уборку в Анапе проводят каждый день, но усилий одних только городских служб недостаточно. Наведение порядка на курорте – общее дело всех его жителей и просто обязанность предпринимателей и собственников торговых объектов и кафе. Правила благоустройства и содержания прилегающей территории в Анапе для всех едины. Соблюдая их, мы вместе сделаем наш город красивее и уютнее. И к другим темам. Курортная Анапа принимает новую волну гостей. Отдыхающим на пляже Ханапы от Центрального до пляжа Витязеве напомнили правила поведения на воде. Юные васводовцы прошли несколько километров, чтобы предупредить каждого – правилами безопасного поведения на воде пренебрегать нельзя. Лето продолжается, продолжают работать и васводовцы. Ежедневно раздают памятки анапчанам и гостям курорта. После короткой планерки на пляже расходятся по направлениям. Напоминают отдыхающим, как правильно вести себя на воде и у воды, чтобы отпуск и каникулы запомнились только позитивными и счастливыми моментами. Проходят пешком от Центрального пляжа до Витязевского. Правила раздают всем, кто отдыхает на пляже. Все лето раздаем листовки на пляже, проводим разные акции. И также мы ходим по лагерям, санаториям, детским садам и рассказываем лекции о правилах поведения на воде, чтобы не произошли какие-то несчастные случаи. Елена Сафонова, гости из Красноярска, строит замки на песке. После купания согреваются под южным солнцем на берегу. И это одно из правил безопасного поведения на воде. Потому что полезно. Потому что мамы с детьми здесь отдыхают. Все должны знать правила поведения на море, на воде. Мы посмотрели, картинки посмотрели, на балконе посидели, с сыном посмотрели памятку. Правила понятны и просты, но выполняют их, к сожалению, не все. Кто-то уверен в своих силах, будто доплывет до Турции. Кому-то, кажется, пришло время геройствовать на фоне принятых горячительных напитков. Цена такой самоуверенности и геройства – жизнь. Анапское отделение «Восвод» за этот сезон сделало немало добрых дел. Мы спасли двоих утопающих. Вели огромную профилактическую работу. Это лекции в детских садах, в детских лагерях по правилам поведения на воде. Особое треволнение достают нам водные велосипеды. Под ветер очень легко педали крутятся, а обратно уже тяжело. Поэтому, наблюдая в бинокль, наш спасатель зачастую дает такую информацию. И приходится на нашей технике спасательной уходить в море и буксировать их к берегу. 30 метров пляжа руководство МУПАКУ передало под ответственность «Восвод». Безвозмездно представители общественной организации спасания на водах благоустроили вверенную территорию. На спасательном посту дежурит спасатель и медработник. За счет «Восвод» установлены лежаки и теневые навесы. На воде всегда готовы к отправке спасательные суда, катер и гидроцикл. Курортный сезон продолжается, а значит, есть необходимость в проведении профилактической работы. 22 августа в России отметили День государственного флага. Во всех городах страны в этот день прошли праздники, посвященные Триколору. Как прошел праздник в Анапе, расскажут наши корреспонденты. 23 года назад, 22 августа, над Белым домом в Москве впервые официально подняли Триколор, заменивший красное полотнище серпом и молотом в качестве государственного флага. Белый, синий, красный. В День государственного флага России в Анапе провели молодежную акцию «Я люблю Россию». На театральной площади организаторы мероприятия, сотрудники Управления по делам молодежи города-курорта, Центра патриотического воспитания «Ратмир» и Молодежного центра 21 век предлагали желающим нанести аквагрим в цветах государственного флага. Всем участникам акции рассказали историю становления российского Триколора, о значении каждого из трех цветов, образующих флаг Российской Федерации. Знать свои символы, именно символы России, должен каждый человек. Это и флаг России, это герб России, гимн России. И сегодня Молодежный совет при главе города вместе с Управлением по делам молодежи проводили площадки, где, в частности, Молодежный совет раздавал буклеты, где подробно описано, что означали цвета, что означал белый, красный, синий цвет. И, с другой стороны, мы вставили гимн Российской Федерации, чтобы каждый человек вспомнил, если он знает, и если не знает, выучил гимн России. Вечером на театральной площади состоялась праздничная программа, посвященная Дню государственного флага. Творческие танцевальные и вокальные коллективы города подготовили концерт. Всех хановчан и отдыхающих курорта со сцены поздравил заместитель главы города Сергей Козлов. Узаконен был указом Петра I 31 января 1705 года. И, наконец, официальный статус приобрел в период коронации Николая II в 1896 году. Я сегодня от имени главы муниципального образования города Курорт-Анапа Сергея Павловича Сергеева искренне вас поздравляю с этой великой датой, нашим величайшим символом национальной гордости, с Днем российского флага. В Краснодарском крае стартовала акция, приуроченная ко Дню государственного флага Российской Федерации. Жители всей Кубани собирали фотографии с российским триколором. Обязательные условия – снимки должны быть сделаны на фоне любой достопримечательности города, станицы или поселка. У анапчан есть хорошая возможность поддержать свой город и проголосовать за нашу участницу. И в этот же день в СУКО, День рождения государственного флага России, отметили масштабным флэшмобом. Общее праздничное настроение поддержали более 140 участников молодежной акции. 220-летие со дня основания Первой церкви на Кубани отметили в субботу жители Краснодарского края. В Тамане в Свято-Покровском храме прошла праздничная служба. Гостей в эти выходные встречала и Атамань. Фестиваль легенды Тамани приурочили к еще одной знаменательной дате – 222-летию высадки казаков на Таманский полуостров. За торжествами и гуляниями наблюдала наша съемочная группа. Паломники к храму Покрова Пресвятой Богородицы, что расположен в Тамане, потянулись на рассвете. Желающих прикоснуться к животворящему кресту, который доставили в храм накануне, было очень много. Божественную литургию отслужил митрополит Кубанский Исидор. А после начался крестный ход. Возглавили его священнослужители, неся перед собой святые образы. Участие приняли несколько тысяч верующих – жителей и гостей Краснодарского края. От Свято-Покровского храма крестный ход отправился туда, где впервые казаки высадились на Таманский берег. Но большой праздник в этот день был не только в храме. Этнографический комплекс «Атамань» тоже встречал гостей на традиционный фестиваль «Легенды Тамани». По подсчетам организаторов, в этнокомплексе за два выходных дня побывало свыше 40 тысяч человек. В большинство путешествия по самому большому в России музею под открытым небом началось посещение храма, возвышающегося над Атаманью. Люди шли прочитать молитву и приложиться к святым образам. И постепенно собирались у главной сценической площадки на Майдане, где в полдень стартовал фестиваль. Праздник открылся парадом флагов российского, кубанского, флагов всех муниципальных образований края. В завершении процессии на площадь вынесли знамя кубанского казачьего войска. Участников фестиваля и его тысячи гостей со сцены приветствовал губернатор Кубани. Уже пятый год подряд празднуем здесь на великой таманской земле этот праздник. Праздник Кубани. Праздник нашей истории, наших традиций. Потому что Атамань это на самом деле как музей под открытым небом. Где все. И история, и культура нашей Кубани, и песни, и пляски, и кухня. Около трех миллионов человек за эти пять лет побывали здесь, в нашей любимой Атамане. И сюда приезжают в основном с детьми, с семьями, с друзьями, с товарищами. К нам приезжают и иностранные гости. Для того, чтобы поближе понять, узнать историю своей малой родины. Я хочу пожелать всем, и жителям края, и гостям, хороших праздников, хорошего настроения, хорошей солнечной погоды. И чтобы эти дни, проведенные здесь, на Атамане, запомнились навсегда. После поздравительных речей грянул праздник. И не только на главной сцене, но и в каждом уголке Атамане. К слову, Анапское подворье своих гостей встретило обновленным. Площадка отцы по нащебням, дорожки выстелены сколом дикого камня. Цветочные клумбы заиграли новыми красками. Подворье похорошело. По поручению главы Анапы, работы будут продолжены. А пока гуляла Атамань, шумела Анапское подворье, где по доброй традиции было немало гостей. На сцене для них казачьи песни и легенды. На подворье ручной работы персонажей сказок и красавиц-какун. А еще выставка русских колоколов. Колокола разных производителей. Здесь есть колокола из Воронежа и Каменского-Уральского. Все желающие могут подойти и попробовать позвонить в эти прекрасные музыкальные инструменты. Как и всякое благое дело, это требует небольших усилий. Но если очень хочется и постараться, это может освоить каждый. Даже тот, у которого нет музыкального образования. И правда, стать на несколько минут звонарем мог каждый желающий. Колокольный звон в этот день не умолкал на подворье. Так же, как и песни, которые звучали в Атамане весь день. На главной сцене выступали лучшие творческие коллективы со всех районов Краснодарского края. Гостей веселили, угощали блюдами кубанской кухни и знакомили с историей кубанского казачества. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнеры выхода прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы» и «Золотой цирк» Юрия Никулина. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Уважаемая публика, дорогие ребята, «Золотой цирк» Юрия Никулина снова в Анапе. Только выдающиеся артисты получили право выступать под сводами цирка «Великого клоуна». Итак, мы начинаем. Смотрите и восхищайтесь. Во вторник, 26 августа, в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 28-30, ночью до 23 градусов тепла. Ветер северный 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 25 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333.